В ролике про PS5 я посмел немного покритиковать Xbox за его бездушность и, разумеется, меня сожрали фанаты. Мол, ничего ты не понимаешь, благодаря подписке Game Pass это лучшая консоль на рынке. И я задумался, а правда, что там у Xbox, тем более, когда есть такой интересный аппарат, как Series S. Консоль, которую можно взять меньше, чем за 30 тысяч рублей, купить Game Pass и играть себе в удовольствие. Но при этом же ее ругают за немощность, мол, игры похожи на PS3, отсутствие привода для дисков и вообще непонятно, как в текущей ситуации подписки покупать. Чтобы все это проверить, я и взял себе Series S. И первую половину ролика расскажу, как на ней играется, так ли все плохо с графикой и почему в некоторых местах она лучше, чем старше Series X. А во вторую половину ролика исследую ту самую подписку, правда ли, что Game Pass такой всеобъемлющий и вездесущий, как о нем говорят. Со всем этим сегодня разберемся, погнали. Казалось, что более странного названия для консоли, чем Xbox One существовать не может, но они справились. Series S и Series X. Но почему их две? Вероятно, Microsoft стали подозревать, что конкуренцию с PS5 им не вытянуть. Слишком хорошо дела шли у Sony, а у них был Xbox One. И тогда назревает гениальный план сделать бюджетную версию консоли, продавать ее за копейки, разумеется, с менее мощным железом и при этом заставлять разработчиков оптимизировать под нее игры. Так и появилась Series S. Единственная на рынке домашняя консоль дешевле 300 долларов. И планты сработал. 75% проданных боксов приходится именно на S-модель. Да, Xbox все равно продается в 3 раза хуже, чем PS5, но без S-ки дела бы шли совсем плохо. Поэтому я считаю, что Series S это и есть главная консоль Microsoft. X получился больше для фанатов, которые знают, зачем оно им нужно. Да и нет ее ни у кого, я Series S видел много раз в жизни, а вот Series X единожды и то в шоуруме Биг Гика. Как понимаете, эти ребята опять порадовали и заслали Xbox в гигантском пакете. Пакет казался подозрительно тяжелым и не просто так. Биг Гики в очередной раз подняли настроение, заслав еще и Elite контроллер. Это такой контроллер, который стоит как половина консоли, веселая штука. И стоит признать, я был неправ. Xbox способен подарить не меньше ощущения праздника от распаковки, чем PlayStation 5. Прям вспомнился 10-й год, когда распечатывал свой 360-й, запускал GTA 4 и думал, что попал на другую планету. Очень приятно, что в комплекте с такой дешевой консолью дают быстрый HDMI и геймпад, который сам по себе стоит 1007. На маке я проходил с помощью неводов трейдинг, так что в хозяйстве вещь полезная. Большое спасибо Биг Гикам за подгон, купить всю эту красоту вы можете у них, как и другие консоли, технику. Парни доставляют по РФ Беларуси, а по моей ссылке в описании отличные цены у них превратятся в прекрасные. Так что если вы будете заинтересованы в покупке бокса или любой другой консоли, вы знаете куда идти. Визуальная консоль маленький шедевр. Во-первых, ее размер. Меньшей из консолей 21 века была только V, ее мне S-кой напомнило. И это ж круто, ее без задней мысли можно брать с собой в поездки, к гостям, на дачу. Консоль очень маленькая и легкая, ей не нужен отдельный чемодан, как PS5. У нее нету внешнего блока питания, все уместили внутрь, и она отлично смотрится по телевизорам. Заметьте, не у телевизора, а под ним. Я опасался, что из-за размера у нее наверняка плохое охлаждение, консоль будет кричать кулером, но ее не слышно практически никогда. Я играл в совершенно любые игры, и все это время консоль оставалась бесшумной. Для меня это просто идеал, минималистичная, белая, не издающая звука в коробка. И первое, что спрашивают про Xbox, а нафига он нужен, если подписка Game Pass есть и на ПК? Ну вот у меня есть комп, старый, но с обновленной видеокартой, куда мне его ставить? Может где-то у телевизора, или сзади, или протянуть через комнату 10-метровый HDMI, а для управления компьютером все равно понадобится мышь с клавой, и куда все это городить на диване, совершенно непонятно. Отвечая на вопрос, зачем нужен Xbox, он дарит настоящий консольный экспириенс. Это недорогое и полностью готовое решение для игр. Он аккуратно смотрится у телевизора, управляется с геймпада, которых можно купить несколько и играть с друзьями, и никогда не долубит мозги обновлением винды, драйверов и так далее, он просто работает. Моя любовь к рюкзакам XD Design продолжается уже 4 года, у меня их уже целая коллекция, каждая для своей задачи, и ребята прислали пополнение. Bobby Edge, рюкзак для ежедневных поездок по городу. Имеет стильный минималистичный дизайн, материалы и молнии водоотталкивающие, не страшно попасть под дождь, а бегунки металлические и с фиксатором. Рюкзак не получится незаметно открыть посторонним лицам. В общем, как всегда, у XD Design тут прокачана безопасность. Внешний карман спрятан от посторонних глаз и располагается на спинке, он просторный и защитный RFID, чтобы ваши карты и смартфон невозможно было считать. В нем же находится карабин для ключей, раньше он был в основном в отделении. К нему, кстати, переходим. Внутри, как всегда, все максимально удобно. Карман для ноутбука до 17 дюймов, планшета до 10, куча отделений для мелочи и даже потайной кармашек для GPS-трекера. Общий объем рюкзака 17 литров. Для удобства он открывается на 180 градусов, но случайно не раскроется благодаря специальным фиксаторам. Ну и стоит отметить, что Bobby Edge сделан из переработанных материалов, о чем гласит отдельная экологическая бирка. Рюкзак, как всегда, порадовал, как и остальные Bobby, а купить его и другие модели можно у официального представителя в интернет-магазине xddesign.ru. Там сейчас скидка 20% на все модели, а с моим промокодом ZMPRO вы получите дополнительную в 25% от последней цены на сайте. Переходите по ссылке, выбирайте рюкзак себе или в подарок и забирайте его по отличной цене. Ну то есть, как просто работает? Сначала-то придется покопаться. К сожалению, серые консоли просто так не работают в России, а ростест уже давно закончился. Ноченица это за 5 минут вводом сервера DNS. Все, что нужно сделать, это ввести набор цифер к специальным меню. Нужно это, чтобы консоль думала, что она не в России, и все начинает работать. Если до DNS у нас была ошибка с сетью, то после смены DNS все работает идеально. Актуальные сервера, которые нужно вписывать, можно найти в гугле. Иногда их просто блокируют, поэтому нужно вводить новые, но в целом это проблем не доставляет. Как только решили проблему с сетью, можно покупать подписку Game Pass. Ту самую, с которой можно устанавливать все игры. Брать ее можно где душе угодно, а это телеграм-каналы, группы, посвященные Xbox'у и сайт платимаркет и аналоги. Сколько стоит Game Pass? Вообще прайс-лист меняется, но сейчас такой. За 13 месяцев подписки, то есть больше года, просят 5000 рублей. Что где-то 400 рублей в месяц. Выгодно ли это? Да безумие. Ведь только одна игра на Xbox обойдется вам ну в 3000, а здесь за 5 доступ к огромной библиотеке больше чем на год. Маленький подвох, игры в собственность не приходят, и чтобы поиграть в них лет через 5, придется все равно оплачивать подписку. А на секундочку, за 5 лет подписки на Xbox набежит ну где-то 25 тысяч. Приличная сумма, но опять-таки, платить можно когда захотите, надоели вам игры, можете не продлевать. Или самое вкусное, можете взять ее на пару месяцев, пройти все что хотите, а потом играть уже в обычные игры. Говоря общая, подписка крутая, но стоит сделать предисловие. Часто в обзорах я говорю как о плюсах, так и о минусах любого девайса. Так вот в обзорах, когда я сначала говорю о плюсах, а затем перехожу на минусы, люди пишут мне, что я себе противоречу. Мне на полном серьезе пишут, что ты сначала хвалишь, а потом ругаешь, и что у меня биполярка. Так вот для этих людей у меня есть маленькое открытие. Нет ничего хорошего и ничего плохого. Есть просто достоинства и недостатки. Если посмотреть на извечность разных углов, достоинства могут оказаться недостатками и наоборот. У всего есть позитивные и негативные стороны, и с геймпасом точно так же. Список игр однозначно грандиозный. Это и последние форзы, и все что делал студия Microsoft от Хейла до Гирсов. Ассасины без последнего, Far Cry, Atomic Heart, проекты Bethesda, Fallout, Starfield. Но есть с этим маленькая проблема, игры крутые, но большую часть из них я уже проходил. Fallout 4 еще в 2015, Wolfenstein на свитче, думаю на компе, Atomic вообще пробегал на деке, Watch Dogs 2 еще тогда не зашел. Короче, если вы активно играете в видеоигры, то геймпас может напомнить такую маленькую свалку. Хуже всего выглядит блок EA, за который, кстати, нужно доплачивать. Он состоит из старых Battlefield'ов и каких-то неиграбельных новых Need for Speed'ов, единственный из которых достойный, это стареньких от 50-го года. Ну то есть старые Battlefield'ы, там, 3-й, 4-й, это круто, но кто в них вообще играет? Конечно, если вы не играли в игры прошлых поколений, то пас вообще покажется медом. Или можно поиграть или перепройти во что-то старое, понастальгировать. Но как будто подписку перехвалили фанаты, я ожидал увидеть в ней примерно все, от Cyberpunk'а до хотя бы Alna Wake'a 2. Её первая часть была эксклюзивом 360-го, временным, правда, а здесь, извините, на игре надо зарабатывать, поэтому в подписке её нет. И ты или ждёшь, пока она появится там, или идёшь в магазин и покупаешь её за те самые 3000 рублей. Диски Series S не поддерживает, это можно было бы списать на недостаток, но только дисков в России, в принципе, на Xbox нету, нельзя пойти на Авито и купить бэушный Alna Wake 2, его просто никто не продаёт. Однако, в чём однозначная прелесть подписки, это возможность найти для себя что-то новое. Скачиваешь что интересно и откапываешь для себя бриллианты малоизвестных студий или развечаровываешься в расхайпленном хламе. В этом смысле подписка ознакомит тебя с играми, но также она дарит к ним потребительское отношение. Это как раз то, про что я говорил. Когда ты платишь за игру ну хотя бы 2000 рублей, ты будешь изучать её досконально. Но когда у тебя выбор из 500 этих прекрасных тайтлов, и ты думаешь, а не попробовать ли мне гирсов, тебе становится просто лень скачивать игру. Игры воспринимаются как тикток, который свайпаешь в поисках интересного. Та же проблема в музыкальной индустрии, сейчас артистов воспринимают как производителей контента, и выход какого-то от них большого релиза сейчас ничего не значит. Так что подписка это одновременно и хорошо, и плохо. Она одновременно даёт тебе доступ к играм, и при этом тебя развращает. Нравится ли мне она лично? В данный момент да. Но честно, хотелось бы видеть в ней чуть больше старых тайтлов, тот же в виде Mac 3 или GTA 5. Однако, увы, но CD Projekt и Rockstar Microsoft пока не купила. Во что ж конкретно я играю в подписки, моим фаворитом сейчас является Mirror's Edge Catalyst. Тот самый случай, когда геймпасс помог, я никогда не играл в эту игру, но всегда засматривался, а тут скачал, потому что бесплатно и получил огромное удовольствие. Медитативный паркур, прикольный глубокий мир, игра буквально тебя расслабляет после тяжёлой работы. И разумеется, мне приглянулось Forza Horizon 5. Единственная вменяемая гоночная игра современности, не симулятор, отличные весёлые гонки, поднимающие настроение. И не очень зашёл Control, это игра от тех самых Remedy, создателей Alna Wake'a. Для меня всё слишком тяжело, мрачно и контрастно, летом заброс на игры другой, но вообще прецедент отличный, может быть я вернусь к этой игре позже. Про Starfield ничего не скажу, ведь всё время проводил в шедевре игровой индустрии, он тоже есть в подписке и такое там есть. Ну и отдельная радость, наконец-то прикоснулся к флайт-симулятору. Полетать по бескрайним просторам России, особенно над своим домом, над Питером, Москвой, невероятно захватывающая вещь, а благодаря встроенным обучалкам вообще разбираешься, как устроен самолёт и куда ж мать, чтоб всё взлетело. Не хватает, конечно, штурвала полноценного для счастья, но на геймпаде играется тоже неплохо. Без шуток, по рейтингу, это один из главных эксклюзивов Xbox Series. А что такое эксклюзивы Xbox'а сегодня? Ну, это игры, которые не вышли на PS5, но при этом доступны на ПК. Но у PS5 ситуация не лучшая, её эксклюзивы это игры, которые слили на ПК, но хотя бы они не вышли на Xbox. Так что да, несмотря на PC-шный порт, бога войны и Last of Us вы не получите, лично я все эти игры проходил на плойке, мне они не нужны, но вы решайте сами. Зато удивило другое, Xbox Series S поддерживает игры от Xbox 360. Если вы смотрели мои ролики, то знайте, что у меня был Xbox 360, причём лицензионный, а игры мы покупали в магазине Xbox Marketplace, то есть цифровые. Каково было моё удивление, когда все эти игры, GTA 4, Mafia 2, Red Dead Redemption, купленные лет 14 назад, я смог найти и установить. Кроме того, многие игры в подписке, это как раз тайтла 360-го, от такого проникаешься к Microsoft уважением за то, что чтут наследие своих консолей, и есть даже пара игр с первого оригинального Xbox. Работают игры 360-го через эмулятор, но потрясный. GTA 4 идёт в неведанных раньше 60 FPS, и это правильная версия с полноценным радио-владиосток FM, без урезанных песен, создающие невероятную атмосферу Brighton Beach нулевых. И ладно, GTA в первой Call of Duty Black Ops до сих пор работает мультиплеер. И там до сих пор есть онлайн. Честно вам признаюсь, я и сам сейчас залипаю в первый Black Ops его мультиплеер на Xbox, потому что там невероятная атмосфера людей, которые собираются повеселиться, и вспомнить, какой же крутой мультиплеер был в Black Ops с картой Nuketown, Storm. В очередной раз тысяча благодарностей Microsoft или Activision, что не выключают серверы для бокса, и всё ещё можно насладиться этим шедевром. Так что эмуляция Xbox 360 это огромный конёк. PS5 вот например не поддерживает совместимость с PS3, хотя казалось бы даже фанаты написали эмулятор, но играть конечно придётся и с качеством того времени, то есть в 720p, но знаете, сначала это напрягает конечно глаз, мол мыльноватая, но через время становится всё равно. Игра, как и прежде, дарит потрясающие эмоции. И тут мы переходим к теме мощности, ведь в чём отличие XS, это в мощности видеочипа, X заточена под 4K гейминг, ну точнее apt-у 4K, а серия S это честная Full HD консоль. Ну точнее некоторые игры всё равно идут в 900p, что мягко говоря позор. Однако есть древняя великая мантра от наших предков, которая до сих пор работает, с дивана не видно. Я играю на прекрасном 50-дюймовом 4K кюллетт-телевизоре от Самсунга, и поверьте, с 2,5-3 метров от дивана совершенно не видно разницы между 4K и Full HD. Вот когда сидишь у монитора, всё моментально бросается в глаза. Я так на PS4 играл на этом же телеке и думал, какая классная графика, а потом открывал те же самые футажи на дисплее своего мака и такой, господи, какой кошмар. Моментально бросается в глаза мыло, текстуры. Магия дивана в том, что даже с телевизором 4K серия S сочетается отлично. Что говорить, если даже игры от Xbox 360 в 720p с дивана смотрятся вменяемо. В остальном я ни в одной игре не заметил мыло или плохой графики. Тот же Atomic Heart на пресете качества выглядит замечательно. Да, Cyberpunk без RTX. Многие AAA тайтлы будут смотреться более сухо, с меньшей дальностью прорисовки. Но лично я уже устал от графики и больше смотрю на геймплей, на игровой мир, чем на то, какие там текстуры, мыльные они или нет. Или вот вам интересный факт, большая часть тайтлов в геймпасс не оптимизирована под Xbox Series. Это версии игр для Xbox One и им все равно где работать, на S или X версиях. Короче говоря, отличие и разница в графике будет заметна только в киберпанке и других AAA тайтлах, так что я для себя смысла переплачивать за X просто не вижу. Единственная проблема эския – накопитель. Оказалось, что хоть на коробке и написано 500 гигабайт, на игры доступно всего 360. На консоли влезает, ну, два больших тайтла. И тут есть два решения – или регулярно их переустанавливать, или апгрейдить накопитель. Или же взять свежую версию на терабайт, с которой есть два нюанса. Первый – она черная. То есть белая бывает только на 500, а черная только на терабайт. Зачем такой дебилизм спросить у Фила Спенсера? Наверное, косплей от iPhone 3G. И второй момент – она все-таки стоит на 5000 дороже, что немного развеивает миф об ультрабюджетной консоли, там уже, наверное, проще до X добрать. Так что я бы брал минималку и как-то выкручивался. Другой нюанс бокса – это его контроллер. Я тащусь от его вида и разочарован содержанием. Понятно, что в нем нету триггеров с сопротивлением, но то, что у Xbox нету HD-вибрации, как у PS5 или Switch, извините, но это позор. Стоит при этом как DualSense, при этом не имеет ни сенсорной панели, ни гироскопа. Фактически, это геймпад от Xbox One. К тому же он собакошумный, особенно эта прекрасная крестовина. Ну, мы ставим нормальный геймпад, просто после PS5 немного разочаровывает. Но мне этот мусор и не нужен, ведь я крутой, у меня есть элит-контроллер. Жек Осенин говорил мне, что обычный после элит-контроллера хочется выбросить в мусор, и я бы не согласился. Из приятного – прорезиненной рукоятки, просто таксильный восторг. Из очень приятного – встроенный аккумулятор. Ненавижу эти батарейки, проще подрубить геймпад консоли и подождать зарядки. Также снимаются накладки на джойстики и крестовина, все-таки это элит-контроллер с кастомизацией, а сзади должны быть лепестки, только их нет. Я перерыл всю упаковку, искал эти чертовы лепестки в комплекте, а потом залез в инструкцию, а их там нет. Оказывается, есть элит-элит-контроллер с чехлом, лепестками, дополнительными насадками, а есть бомжатская версия элита – это когда тебе швырят геймпад, а все остальное, даже лепестки, докупай сам, иначе останешься с четырьмя дырками сзади. И самое смешное, здесь такой же цветовой расизм, в полной комплектации доступен только черный, а бомжатские версии – только белые и цветные, вы не можете просто пойти и купить себе белый геймпад с комплектом, потому что это Майкрософт. Какого спрашивается хрена? Еще раз спросите Спенсера. Хотя признаю, он ощущается на 15 тысяч рублей, премиально необычного, не сказать, что другая вселенная по ощущениям, но он действительно тише и приятнее кликает, а если вы про MLG геймер, можете сделать из триггеров кнопки с коротким нажатием, реально помогать в шутерах и настроить разные раскладки геймпада, меняя их одной кнопкой в центре. Штука, безусловно, приятная, играю только на ней, но кто будет к Series S покупать контроллер за 15 тысяч рублей? Разумеется, никто. Что ж, в конце ролика я обычно делаю выводы, конец всей истории, но здесь просто скажу, почему выбрал Xbox. Мне нужна была консоль под телек, ни больше, ни меньше, чтобы после тяжелой смены на заводе лечь на диване, включить игры и просто ими наслаждаться. И с этим Series S справляется идеально. Маленькая, очень красивая, с классной подпиской, в которой всегда найдется интересная. До этого я, разумеется, хотел PS5, но потестировав ее в обзоре, я разочаровался. Той эйфории, что была с PS4, когда на тебя ведром вваливались эксклюзивы какие-то интересные игры, ее уже нету. А бегать за бэушными дисками по Авито точно не хотелось. Ни в коем случае не хочу сказать, что PS5 плохая консоль, но честно признаюсь, что мои личные ожидания она не оправдала. Series S же можно описать словом обычная. Обычная недорогая консоль, имеющая классную подписку, без какой-то феноменальной графики, но при этом также позволяет беззаботно на диване, развалившись наслаждаться играми. А скоро в Game Pass войдет S.T.A. 2, причем с первого дня. Так что получается, Series S теперь моя основная игровая платформа. А на этом все. Всем спасибо, что смотрели. Не забывайте, что у нас есть группа ВКонтакте и Телеграм, куда можно и нужно подписаться. Там всякие интересные новости, бэкстейджи. На этом все. Всем спасибо. И пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok